Третья Понял его? Он вернет тебя в прошлое Чтобы гранью игру сосуд за лицу Выпочел бы, чтобы буйвал Принял дя ей на ухо Он лучше бы съесть погнившую жопу Убитого скунса и залить его пивом Он самый злой геймер, которого вы когда послышали Он злой Nintendo Nerd Он злой Atari Cygnus Он злой ботаник видеоигр Я боялся этого дня в нечение долгого времени Ушло время прыгать в игры Zelda CDI Теперь первые два Линк длится зла и Зельда жезл гаммеллона Оба были выпущены в один и тот же день Десятого кирплята 1993 года Вы можете думать о них так и братья и сестре Я за счет попробую Ванков Гаммеллон Для начала я подумал, что это может быть интересная игра Потому что вы на самом деле играете за Зельда Вы знаете, что название каждой игры Зельда Кроме того, это боковой скволлер Очень поражен на Зельда 2, Adventure of Link Я всегда удивился, почему Nintendo Никогда не выпускал больше игр Зельды в этом стиле Так что войдя в эту игру не мог себе представить Насколько это будет плохо Ссылка видна только в этих предначально изведенных мультивильном Имунционных роликах Ссылка в среди гаммеллона и найдем его отца Отлично, не могу дождаться чтобы помнить Незагадата Донго Боже, куда более банально, чем ссылка из сериала Но эти сцены только глазуя на пироге рема Первое, что меня разочаровывает Это инструкция по эксплуатации Считай английский раздел это только 10 страниц Все, что вы получите, это очень краткая сюжетная линия и мягкие описания Если вы посмотрите о генеральной руководстве по Nintendo Посмотрите, насколько оно сложное и красочное Давайте поговорим об элементах управления Независимо от того, какой контроль у вас есть Кажется, я использую только две кнопки Так, чтобы подпрыгнуть, нужно нажать вверх Поскольку это платформенная игра И многие прыжки должны воняться с идеальной точностью Он очень быстро изнашивается Иногда я пытаюсь нажать влево или вправо Я в итоге прыгаю случайно Первая кнопка – меч Вторая кнопка – все остальное Открытие двери, доположение экрана, состояние и использование предмета Это чертовский беспорядок И он не вызывает ничего, кроме проблем Чтобы откинуть экран состояния, вы должны бы сесть и нажать кнопку Начнем с того, что это боль в заднице Но если вы находитесь перед дверью и нажимаете кнопку, вы в конечном итоге приходите через дверь Независимо от того, строите ли вы или приседаете Поэтому, если вы хотите вызвать экран состояния, вам зайдут держаться подальше от дверей Кроме того, экран состояния – единственный способ приостановить игру Иногда я забываю или не понимаю, что нахожусь перед дверью И поэтому я пытаюсь вызывать экран состояния И затем я встаю, чтобы отлить только что обывание, что я в другой комнате И передаю свою зайницу мне Проблема также работает наоборот Если вы пытаетесь в эти двери, вы должны быть уверены, что стоите прямо посередине Или же в итоге вы используете свой предмет Я потратил столько бомб, только просто пытаюсь в эти чертовые двери И ты знаешь, что я ненавижу? Чтобы собрать упи или что-то еще, вы должны остановиться и ударить их своим мечом Вы не можете стоять перед ними, и вы должны быть в правильном положении Долгого пути нет, вам не нужно делать, что это в его момент игры Зельда Вы видите, рупии, все, что вам нужно сделать, это прикоснуться к ней Но в этом кусочке дерьма каждой рупии замедляет тебя Большую часть времени я их игнорирую, но, как оказалось, в этой игре вам нужны рупии Больше, чем когда-либо Многие из предметов, которые вы используете, забирают рупии, когда вы их используете Бомбы предназначены для того, чтобы убивать сильных врагов И прокладывать себе друга в определенные места, в которые вам нужно идти Иногда, чтобы взорвать один валун, нужно 10 бомб Фонари предназначены для освещения темных областей И позволите мне сказать вам, что эта игра действительно увлеклась этим В играх Зельда часто встречаются темные области Обычно в вещах или темницах, в которых вам нужно осветить путь Но в этой игре кажется, что в каждом чертовом месте ты идешь темнеет Так бывает, даже на верхушке грею среди бела дня А фонарь длится всего несколько секунд, а потом снова темнеет Прекрати меня Так, вы постоянно переключаетесь обратно на экран в состояниях, чтобы продолжать убирать масло для фонаря А когда оно это заканчивается, вы застреваетесь в темноте абсолютно несчастным Вы даже не можете увидеть чертову дверь, чтобы найти выход обратно Таким образом, найти дверь в темноте появляется Но в других случаях проблема Пытаюсь убрать свою задницу от двери Смотрите эту ситуацию Я иду в дверь, темно Мне нужен рай, поэтому я пытаюсь вызвать экран выбора И я заражу за дверь, что за хрень Итак, я возвращаюсь На этот раз я предлагаю больше усилий, чтобы отойти от двери Я снова пробую экран в состоянии И что происходит, я пророчусь в чертову дверь Снова Так что на этот раз я возвращаюсь Я иду налево И наконец-то я могу вызвать экран в состоянии и выбрать фонарь Когда комната встречается, вы увидите, насколько велика была эта дверь Даже если я знаю, что собираюсь выйти в темную комнату и я убираю фонарь заранее Это все равно не имеет значения, потому что если я попытаюсь здесь выбрать фонарь, пока я оказалась в дверь, у меня будет та же проблема Это действительно глупо, даже если бы все это дело не было одной и той же кнопкой Я знаю, что копаю глубже и глубже в одной и той же теме, но это действительно постоянная проблема Это может даже убить тебя Скажи, что я иду в темную комнату, я откажу от двери и падаю Откуда мне было знать, что там есть щель? Все потому что я не могу использовать фонарь у двери Это чертовски фигня Но теперь, когда я обсудил все эти проблемы с использованием фонарь в темных комнатах Давайте поговорим о веревках Вы используете их для лазания по всем труднодоступным платформам Но почему вы можете использовать веревку только один раз? Не имеет смысла Почему у Зельда около 20 гребанных веревок? Почему она не может использовать тот же? И если ты уйдешь, ты вернешься к началу стадии Так что ты постоянно тратишь свои веревки Возвольте мне сказать вам Есть ничего более разочаровывающего, чем дойти до конца этапа Тогда ты понимаешь, что у тебя больше нет веревок Итак, вернулись в гробный магазин Ну че возьми, я даже не заговорил о том, как трудно маневрировать Прежде всего, вы не можете прыгнуть прямо вниз Если вы хотите спуститься, вы должны продолжать следовать по дорожке до тех пор, пока не добьетесь до того места, где вы можете упасть Это маленький синий парень, но слишком короткий, чтобы ударить Итак, я должен продолжать идти из стороны в сторону, чтобы спуститься вниз Графика настолько запутанная, что вы даже не можете сказать, куда идти Посмотрите на это Что за хрень? Я не могу пройти Так что я должен идти вправо, а затем вниз, и снова обратно влево Ах, я нашел один прямо здесь Так что я просто должен Поехали Трудно бы я прыгнуть через пробелы, даже когда это кажется очевидным Иногда движущаяся платформа или крокодилы будут мешать вам Иногда, если вы прыгаете на платформу, вы проваливаетесь Как Святой Матерь Деймайя пропустила эту ветку? Так же странно задавляет людей говорить Ты наносишь ему дар своим мечом Я бы задавал этот голос Мои пирожные сгоят Просто чтобы услышать глупый дерьмо, как это Это очень отражает, когда ты пытаешься сражаться с врагами, а там кто-то есть Сколько лет, вы все угадаете, издавляете их говорить Постоянно перерывающие в вашу борьбу О боже мой! Вы чего все такие изручные и страшные? Пенсивно гороженый пыль, я сделаю из нее волшебный плащ! Воу-воу! Атаковать неловко! Атаковать неловко! Так что, с той меч никогда ничего не бьет! Даже если вы просто продолжаете биться в воздухе, ваши враги всегда бьют вас первыми! Вы можете поразить только то, что находится прямо перед вами Но всегда окажется, что приближаются враги! Я клянусь, что больше половины врагов и теги слишком коротки, чтобы поразить! Вы всегда должны быть на точной высоте! Посмотрите на это! Я не могу ударить его ниже ветки! Я не могу ударить его, когда я нахожусь на ветке! Как мне ударить эту вещь? Давай, блин, давай! О, чувак! Серьезно, что это со всеми этими ледущими мышами? Все, что я пытаюсь сделать, это выбраться из пещеры, но ледущие мыши продолжают пробовать! Тогда есть эта часть, где вы входите в комнату и есть два жопа бросающие копья! Я попробую еще раз! Если бы я мог только подправиться достаточно близко! Как тяжело быть рядом с врагами! Иногда проблема слишком близка! Давай, что-то возьми, отстань от меня! Нет времени на остановление! Они могут иссящить всю вашу энергию в секунду! Да верни драк, я не могу поверить в это! Если слишком близко к верхней части экрана, вы можете едва прыгать на всех! О, мой бог! Иногда враги не появляются, пока вы не окажетесь рядом с ними! А куда ты что-то в этом пришел? Посмотри, ты ясно сидишь, что там никого нет? Но как только я поднимусь, бац, я мертв! Это ужасно! Но как трудно убить обычных врагов, босс сражается! Смертвоны, легко если вы знаете какое оружие использовать! Они берут только один удар! Когда вы убиваете их, вы получаете эти забавные ролики! Ты убил меня! Хорошо! Хорошо! Ты убил меня! Хорошо! А-а-а! Черт мой б**ть! Должен успокоиться. Ну, чувак, я сижу с ума, но не могу бросить, потому что это до Ганона. Ты смеешь принести свет в моё глагол, а ты должен умеять. Он выглядит как шутка. Он заставляет Ганона из материала выглядеть круто. Это очень сюрреалистично, пройти весь этот путь, чтобы драться с Ганоном. Вот и всё. Один удар, он мёртв. Нет, ты не видел меня в последний раз. После того, как вы убили его, у них всё ещё есть смелость, чтобы шипы падали с потолка. Разве не было бы стыдно убивать Ганона, только если у тебя на голове острая шипа? Что случилось? Большой. Ну, в заключении некоторые могут сказать, что в этой Геи есть искусствительный фактор. Музыка довольно крутая, а графика приличная и красочная. Некоторые могут назвать это смешанной сумкой. Но позвольте мне сказать вам, что эта смешанная сумка, это мешок для муза, у которого был плохой день. Мол, твоя мамка убирает кошачий мусор, свежая, несвежая галька, дудя и идёт прямо на дно сумки. А потом твоя сестра выбрасывает использованные тампоны, и куда они деваются? В одной сумке. Потом твой брат приходит домой с сытой пьяной, и потом разъярает, и рвёт прямо в сумку. Я не пытаюсь быть аналитом, но это реалистичная ситуация. И к чему всё сводится? Это противный мешок. Но я бы лучше отнёс это дерьмо на помойку, чем справился бы с этой фигнёй. Игру, убирайся с моего лица. И ты знаешь, что у этого худшего? У меня ещё осталось два. Вторая часть. Продолжение следует. Третья часть. Чёрт там. Субтитры создавал DimaTorzok